13.05 на часах, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлеева и мой сегодняшний гость, член общественной палаты Николай Пихтин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Нас можно слышать на частоте 101.0 FM, онлайн и видеотрансляция эфира из нашей студии идет на сайте echokirova.ru. А мы начнем, начнем, пожалуй, с новости, которая потрясла сегодня всех и каждого, думаю. В ходе прения сторон по делу ухищения акции Уржомского СВЗ прокуратура отказалась от обвинений всех фигурантов дела, включая депутат ОЗС Олега Березина, наверное, самого известного из фигурантов. Николай, как вы отнеслись к этой новости? Были ли так же удивлены, как сторона даже защиты? Ну, я очень удивлен был, я у себя в Великобритании написал, что какие-то танцы с бубном, то предъявили обвинение, то сняли, то снова предъявили. Вообще, что это было возникает, да, один вопрос. Да, что это было, вообще непонятно. И у меня вопрос возникает еще, а как перед ним изменяться и как ему компенсировать все моральные издечки и так далее, уровень репутации его понизился резко. Очень непонятно. Ну, на самом деле, окончательное решение суд вынесет 11 сентября. Ой, я не удивлюсь, если оно будет еще, опять, как суд что-нибудь присудит, там, я не думаю, что такое. Ну, для вас вообще эта новость, она со знаком плюс, со знаком минус? Со знаком вопроса. Почему со знаком вопроса? Ну, потому что непонятно, все же, вот такой вот этот танцы с бубном, или к чему они приведут, и что в результате получится. Ну, то есть это кто-то... Ведь смотрите, человек, это немало лет уже, он сколько, полтора года уже вот так мается, то предъявят, то снимают, то снова предъявят, снова снимают, собираются. Просто некоторое время назад казалось, что вот прокуратура, она уже вцепилась в этих людей зубами, уже не отпустит. И тут... Нет, и друг. То есть с чем это может быть связано? Нам остается только догадываться. Ну, у вас есть вообще, у вас, например, есть какие-то догадки по этому поводу? Нет, нет. Не знаю, я говорю, танцы с бубном, вот для меня такая характеристика. Все понятно. Перейдем тогда к другой теме. Может, то, что лето было, это жлило. Прокуратура подействовала. Перейдем, да, к другой тогда теме. Вы на этих выходных съездили в мини-тур по Кировской области. Аше, Тюржун, Вятские поляны и Налейш. Организован он был правительством области. Насколько я понимаю, это был такой презентационный туристический маршрут выходного дня, то есть туда хотят возить людей. Как вы съездили? Понравилось, что понравилось, что не понравилось? Там специально были, значит, приглашены представители СМИ, представители турагентства, чтобы посмотрели, что это такое, как это можно проводить, как много проводить. Понравилось мне, это безусловно. К моему стыду за все годы, сколько я жил из Навятки, я ни разу там не был. Ну, проездно бывало. То есть не в одном из этих мест? Да, чтобы плотнее познакомиться, такого не было у меня. Поездка, ну, так скажем, запомнится, потому что посетили вот 4 села, или вот 3 города посетили. Посмотрели и музеи, и сами городообзорные экскурсии были. Ну, очень впечатление хорошее. А чем вообще занимались? Я насколько знаю, там кроме вот экскурсии еще какие-то мастер-классы были? Там был мастер-класс, значит, там мы все вместе делали обереги себе, сделали, потом раскрашивали матрешку, раскрашивали, попробовали. На Ленинской частности пряники попробовали, напиток их фирменный попробовали. Затем нам показали реконструкцию свадьбы деревенской, старинной, очень интересно прошло, да, от Ленинских полянов. Ну, это такие перебивочки, которые, они очень полезны, то есть от музея до музея, между ними такая перебивка, она немножко как-то людей, так скажем, людей устойчивых от музея, а здесь, например, очень приятно. Но из музеев мне, пожалуй, больше всего понравился музей в Уржуме, понимаете? Ну, там что за музей? Ну, кровический музей, но там какой-то такой дух своеобразный есть, какой-то. И я вот по единственному музею для себя понял, что я бы еще раз туда бы съездил. Остальные, я не в обиду им, но как-то вот что-то вот такое есть непонятное. А сколько по времени, получается, поездка у вас заняла? А мы уехали в пятницу рано утром, уехали и повернулись в субботу уже где-то часов 10, около 10 вечера, наверное, стоишь. То есть ночевали вы где-то там? Да, в Уржуме полянов мы ночевали, да. Но с нами был экскурсовод, ну, если так можно его назвать. Да, по-моему, он как по роли экскурсовода выполнял, Коваленко такой Вячеслав, я вам скажу, рассказчик от Бога. Он всю дорогу, где-то 4-5 часов туда-сюда, он все рассказывал, что какие места проезжаем, чем они известны, чем знамениты там и так далее. Всю историю заслушивались просто, допустим. Даже не спали, а вот все слушали его. Это очень интересно. А минусы, возможно, какие-то или не минусы, что-то подработать еще надо? Минусы есть, я, в принципе, организаторам свои мысли высказал. Допустим, была недостаточно сделана раздатка. Я считаю, что должна быть такая президентативная, такая хорошая, качественная. То есть это печатная какая-то работа? Да, чтобы она у себя осталась на памяти. Затем, вот автобус немножко неудачно выбрали, он тесноват был, то есть расстояние между крестами было немножко маловато, и не совсем удобно на такие расстояния. А сколько человек у вас было? 15 человек было, ездил у нас всех. Ну, то есть это та группа, которую они планируют формировать? Нет, я как понял, они будут в дальнейшем большой автобус убрать, их больше, где-то порядка 25 человек группу возить. Но, наверное, больше и не надо, даже, наверное, 20-ю стоит ограничиваться, почему-то, потому что иначе народ растягивается. Я сам знаю, блог-туры проводил, но когда много народу, очень тяжело уже, то есть они растягиваются и как-то так. А это было такое оптимальное, где-то 15-20 человек, это самое оптимальное такое. Ну, и историю края, конечно, я говорю, это большой ключ, что я очень много узнал, увидел. А в плане вот самой программы, нам потому что изначально показалось, что, возможно, слишком много краеведческих музеев, то есть это будет утомлять. Вот именно сама музейная программа. Я говорю, перебивки были вот эти, они хорошие. Плюс переезды, все же от города до города расстояния большие, и плюс переезд, это, ну, вот это как раз отдых такой своеобразный, от музеев он дал. Нет, а какие еще минусы можете отметить? Да больше, пожалуй, так. Да, мелочевка, и вот я ходил, я много фотографировал, так. Для меня, например, очень глаз режет меня, особенно вот это в Кирове, вот я в Слободском на это натолкнулся, что города опутаны проводами, мешают проводам просто. Во Владимире очень часто на эту проблему жалуются. Вот на Линске я обратил внимание, там как-то так сделано, что и проводов нет. Вернее, они идут там поочень высоко, и они абсолютно не мешают. Вот это вроде мелочь, а для туриста это важно. Ну, плюс еще недостаток был, но это уже погодный, что в первый день у нас была очень хорошая погода, как сегодня, а во второй день дождики были, поэтому и все удалось посмотреть, так, перебежки. А ночевка как была организована, было ли еще какое-то питание? Нет, питание было, да. Все нас покормили, и ужин, и обед, и завтрак, все было. Ночевка была, мы в Вятской Зоре в гостинице были, в Вятских Полянах там переночевали. Ну, сервис, конечно, желательно оставлять лучше, безусловно, но с учетом того, что как мы были, и инфотур такой быстрый, то нам только переночевать было, и поэтому как-то люди не очень, скажем, огорчились, что-то. Ну, я так понимаю, они, в принципе, так и планируют, то есть уезжать в пятницу и возвращаться? Да, 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 нет, в субботу. А, ну, все равно одна ночевка. Да, с одной ночевкой, да. Хотя в Вятских Полянах там еще гостиницы есть, но, наверное, дорогие они, что ли, хотели. Ну, не разговаривали вообще, планируют как-то улучшать именно часть вот этого проживания, потому что, мне кажется, для многих все равно это важно. Собирают, собираются, значит, они сейчас замечания, какие-то предложения принимают, прислушиваются к ним, обратная связь есть, нормально реагируют они, то есть без, так скажем, бескрайностей. Ну, я надеюсь, что лучше будет сделать. Дальнейшие планируются, они уже будут платные, пока будут филансироваться, субсидироваться, дальнейшие будут платные, я так понимаю, что в районе где-то 1600-2000-2000 примерно за два дня, но я считаю, по моим пониманиям... Это с человека? С человека, мне кажется, это не так много, с учетом того, что и кормят, и гостиницы, и посещение музеев, там, и обзорная экскурсия. Ну, просто я, насколько помню, речь шла о 500 рублей, то есть для непосредственно человека, который едет. Это пока субсидирование идет, а потом в дальнейшем, когда она закончится, вот сумма будет такая, миграция подъемная, мне кажется, она кировчанам, конечно, побольше ездит. Мне просто кажется, что это несколько все равно сумма велика, с учетом того, что сейчас еще в Кировскую область зашел лоукостер «Победа», и, в принципе, практически за эти же деньги можно на выходные съездить в столицу. Ой, нет, здесь я бы не сравнивал, потому что Москва – это Москва, а наши края – это наши края, поэтому здесь сравнивать я бы не стал. В Москве, потом, многие были в Москве, и там, вот даже посмотрите, кто посещает Москву, какие фотографии делают, вот я на что обращаю внимание, на Красную площадь, там еще что-то, такие топовые точки, которые все знают уже, по-моему, весь мир их фотографировал, а здесь все же уникальные вещи, там, допустим, автомат попошел, там, и шпагин жил, там, и так далее. Ну, в Святских Полянах набережная очень классно сделала. Ну, это, с другой стороны, это же все сейчас нужно как-то разрекламировать. Естественно. Потому что, если мы предлагаем, например, молодежи, говорим, выбирайте, вот у вас Москва на выходные или Ашеть, Ашеть, извините, многие даже названия не знают. Я благодаря, почему я сказал, что вот такие мелочи, как, допустим, раздатка, они очень важны, вот это и есть элемент рекламы, то есть человеку, чтобы приятно было взять документ в руки, посмотреть, что у меня на память что-то осталось, и включая там мелочевку, мелочевку, как тебя встретят в музее, как тебя проведут в музее, включая даже, какое меню будет, это все, конечно, важно, и гостиницы, и все, и я думаю, что потихоньку будет, так сказать, причесываться. Но если такой подыток подводить, то есть удастся продать этот продукт туристический? Мне кажется, да. И если бы будут учитывать все замечания, пожелания, и будут справлять ситуацию, то, конечно, сделаем все. Ну, надеюсь, что да, что они привлекут все-таки людей, и люди будут ездить по Кировской области, чтобы не было узнавать. Да, ну, надо было, хорошее дело, честно говоря, хорошее. Тем более два дня, но не так уж много. Ну, даже отпуск не надо будет брать. Тогда такой вопрос, следующий, касательно уже вашей непосредственной деятельности. Вас нет в окончательном списке третьего созыва Общественной палаты Кировской области. Я что-то не досмотрела или действительно вас там нет? Нет, там меня нет. Я уже объяснял причины, и у вас здесь объяснял причины, почему я не пошел. Причины, так скажем, несколько, может, они странные покажутся, но у меня такая позиция. Первое, я считаю, что все же в Общественной палате должна быть сменяемость, нечего там засиживаться. И, во-вторых, я считаю, что должно быть больше молодых. Но, к сожалению, так получилось, что молодых нынче мало прошло. Я вот несколько человек, так сказать, угловаривал туда, именно из молодежи, что помешали, они подали заявление, но в Общественной палате не прошло. А как вам вообще Новый Созыв? Новый Созыв, честно говоря, мне некорректно комментировать его, но по АЗС я не могу не рассказать. Потому что то, что это АЗС... Андрей Усенко у нас тоже секретарь палаты, как раз по части депутатского корпуса тоже высказывался. Вот ваше мнение. Во-первых, я сразу выступал и говорил о том, что для меня странно, когда люди, которых выбрали, еще кого-то выбирают. Сам факт. Довольно странно. Во-вторых, получилось, что в Общественную палату вошла политика. Когда одной фракции избрали, а остались просто на процессе всех забот, которые оставили. Это абсолютно неправильно. Сейчас это влияние, я не исключаю, что будет появляться политическая, что есть абсолютно неправильно. А на чем может это отразиться? На принимаемых решениях, на проводимых мероприятиях, на каких-то принципиальных вопросах. И включая мелочевку даже. Просто если говорить, например, там, ну, возможно, не в упрек, либо в упрек, то есть даже те заключения по каким-то законопроектам, которые Общественная палата выносила отрицательные, как по тому же по уменьшению кворума в законодательном собрании, то есть по сути они ведь роли-то никакой не сыграли, эти отрицательные заключения. Почему? Часть сыграла. Часть сыграла и было принято, в частности, допустим, изменения, вот уже законы в Общественной палате, там еще другие какие-то, тут я не слышу. То есть есть моменты, на которых, вы считаете, вы настояли? Да, общественная палата рассказывала свои отрицательные, или какие-то поправки вносила, и они принимались, и все. А здесь, по сути, сейчас при рассмотрении законов будет второе пленарное заседание АЗС, где одна фракция, и все. Так что я как-то так на эти вещи очень отрицательно смотрю. Ну, то есть в целом можно сказать, что вы не очень-то и довольны третьим созывом. Посмотрим, как будет работать. Как отнеслись к новости о том, что Андрей Усенко покинет палату и не будет возглавлять его в третьем созыве? Я его понимаю, я его понимаю, честно говоря, жаль. Все же он уже, так сказать, в миксе, понимал, что как процессы такие происходят. Жаль, но что, будем смотреть, кого сейчас в новый созыв выберет секретарем. А вы бы на кого поставили? Или кого бы вы выбрали? Не знаю больше. Ну, то есть, если так вот теоретически представить, что вы собрались бы в третий созыв, вот вы кого видите сейчас руководителем палаты? Я бы на сегодняшний день никого не выделил. Потому что, во-первых, здесь человек должен самостоятельно принять для себя решение, потому что на самом деле это довольно серьезная работа, причем не оплачивая, свободная от работы, основная работа, время. Надо очень много времени и сил выделять. Кто на это способен будет, кто на это согласится. Из людей, с которыми вы уже поработали, то есть вы в любом случае знаете примерно деловые качества каждого? Не знаю, не знаю, не скажу. Все понятно. Хорошо, спасибо большое. Переходим к следующей теме. Кировская область вошла в число регионов с хорошим здравоохранением. Рейтинг этот составил лучший российский народный фронт. Вы как оцениваете вообще и сам этот рейтинг, и место Кировской области в нем? Вы знаете, рейтингу общественного фронта я, наверное, доверяю больше, чем, допустим, СЦИОМ или еще кто-то делает. А почему лучше? Ну, все же он более такой, если образно сказать, более народный, более приближенный к населению, к людям, в ближайшие там проводят. Я им как-то больше доверяю. То, что Кировская область оказала 14, ну, что-то еще не совсем так плохо, что у нас в области дела идут. Я бы даже сказала, что это хорошо. Да, по сравнению с другими регионами, надо отдать должное. Главное, чтобы сейчас нож не задрать и не опуститься потом в следующий грейтинге. Наверное, вот это будет важно. Ну, цифра это понятно. То есть цифру мы можем, в принципе, оценить. А вот вы как потребитель этих услуг здравоохранения, то есть вы считаете, что это действительно 14-е место? Потому что я вот с ним не совсем согласна. Ну, я бы так сказал, я слабый потребитель услуги, довольно редко там бывает. Единственное, что я могу судить, о каких-то мнениях, которые люди высказывают. Конечно, есть над чем работать, безусловно. И здесь один момент такой тонкий есть, в чем заключается, что вот сейчас АНФ провели вот эту акцию, если так можно назвать, по здравоохранению. — Форум у них вчера еще был, в котором принял участие президент. — Форум, рейтинги, они какие-то характеристики дали, все, и сейчас все регионы начнут упорно что-то менять. И Кировской улице здесь на ухо, востро держать, и тоже как бы не скатиться. То есть представитель, уже очень серьезная работа. И знаете, вот я, судя, как люди пишут, отзываются, ведь опять приходим к тому, что мы говорили по инфотору, вот этот сервис, момент сервиса, для людей становится все важнее и важнее. Как его встретят, как ему документы оформят. А то доходит до смешного, что, вот я, насколько помню, я столько раз у врачей бывал, у них всегда лежат какие-то бумажки с какими-то таблетками уже коммерческими и так далее. — Да, то есть ты уже примерно представляешь, что тебе вот это могут выписать. — Да, 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 да. И когда врач пишет ручкой, там, пять раз замотанной пластырин, то, наверное, это уже... Вот на это все надо обращать внимание. Это очень важный момент. А их как-то так все забывают. Я однажды с одним врачом разговаривал, я говорю, слушай, вот задал ему такой вопрос. Вот что бы ты выбрал, если бы тебе сейчас зарплату подняли или улучшили условия, дали бы тебе нормальную мебель, поставили бы тебе там микроволновку в офис, там, водичка, чтобы это было, ручка была, бумага, компьютер современный. — Компьютер уже, чтобы наконец-то писать. — Он съел, съел, говорит, ты знаешь, наверное, это будет зарплату, а не зарплату. То, что приятно было работать. Ну, это вот... А это люди все видят. Это все отпечаточек такое оставляет много людей. А в саму систему здравоохранения я здесь не буду комментировать, причем, потому что я сам не медик и беру и редко обращаюсь. — Ну, просто обычным людям, мне кажется, сложно, наверное, будет даже оценить. То есть это место само... Ну, конечно, конечно. Ну, то, что говорили о доступности медицинского обслуживания здесь, понимаете, вопрос очень сложный. У нас было пленарное заседание, посвященное этому. Там цифры перевели, но, понимаете, доступность — это такая вещь довольно непонятная, что значит доступность. Я тогда, вот когда у нас пленарка была, автору, который доклад делал, я ему задал вопрос. Я говорю, слушайте, если, допустим, там 8 километров до больного, то на танки можно проехать, на что доступно. А доступно ли это? А вообще, что такое доступность? Он схватился за голову, он говорит, слушайте, а я понятия доступности не сказал. А что такое доступность? — То есть критерии сами не входят? — Да, а раз понятия нет, то каждый понимает по-своему, медики по-своему, мы по-своему. — Просто частенько у нас тут в эфире звучало со стороны правительства, то есть если есть какие-то претензии к здравоохранению, всегда говорят, это частный случай. И вот вчера на этом же форуме женщина пожаловалась на очереди, губернатор Никита Белых сказал разобраться с этим вопросом, но опять же не возникнет такой ситуации, что нам опять скажут, это частный случай. То есть то, что эта женщина попала в очередь, частный случай. — Но я могу сейчас по-возвращению расставать положительный момент, какой-то, связанный как раз с инфатором. Мы когда обратно уже ехали, где-то под кельмейджью, одной девушке стало нехорошо. И мы поняли, что она вызывает скорую. И организатор, которая у нас с ней была, она сразу забеспокоилась. И мы вызвали свою скорую. Позвонили, прямо с этого телефона с нас. Буквально на одну минуту, через 15 подъехала скорая, увезли, сказали, что вот такого-то лекарства надо. Поехали до кельмейджи, до аптеки, купили лекарства, и стало лучше. Скорая еще раз посмотрела, сказала, что госпитализировать не надо, давайте она сейчас спокойно доедет, и она сами обратно спокойно доехать. То есть это все практически на ходу получается? Вот. Вот в этом воскресенье. Вот в субботу. Но тут все равно есть еще, наверное, такой момент, что вы не просто обычная туристическая группа была. Ну, вряд ли они говорили что-то, просто сказали, что вот реально на трассе стоим, вот так получилось. Ну, то есть какие-то улучшения здравоохранения области все равно есть? Да, конечно, конечно, они есть. Конечно, они есть. Понятно. Тогда... Нужно работать наоборот все на улучшение и на улучшение. Другой тоже спорный, наверное, момент, один из самых спорных прошедших двух недель, ярмарка на Комсомольской площади. Да. Начали уже сносить, все там, полный демонтаж, пилят аварийные деревья, разбирают все. Вы, ваши предпочтения тут на чьей вы стороне? Вы знаете... Предприниматели, у которых сейчас, судя по их настроению, отбирают последнее, или власти, которые, в принципе, тоже вроде бы как делают доброе дело, хотят стоянку там организовать, решить как-то проблему с парковками уже до вокзала? Видите, вот я вот говорю, что на мелочь надо обращать внимание. В частности, вот эта ярмарка, это элемент лица города. И в каком состоянии она была, конечно, безобразие. Когда люди приезжают в Киров и видят такую неприглядную картину, это не есть хорошо. Когда, значит, городские власти решили снести и сделать стоянку, в частности, я вот высказывался о чем, что по моей точке зрения там лучше было сделать типа сквер, где повесить какие-то материалы, повятки и так далее, чтобы люди могли прийти, посидеть, ну и просто почитать. Власть городская тут нашла компромисс. Получается, часть сквера останется, часть стоянка будет. То есть, я считаю, это неплохо. Но для людей, которые там работали, здесь власти городской можно было бы заниматься и альтернативу дать какие-то места, куда их перевести. Ну, опять же, какие-то альтернативные места предлагали, но тут опять им предлагают какие-то места, но эти места не согласны они. И когда слушаешь, вроде бы понимаешь, что и причины-то тоже адекватные. То есть, они не хотят идти на центральный рынок, потому что там уже эти все же продукты представлены. И заходить туда, где конкуренты, которых ты уже априори не сможешь обскакать, тоже несколько глупо со стороны предпринимателей. Я согласен, это все не так просто, конечно, но мне тут кажется элемент такой, что владельцы, которые вот этого рынка, они все же вот эту всю волну подняли для того, чтобы борются за свой бизнес. Они получали деньги какие-то за это. Нельзя сбрасывать со счетов. То есть, тут больше отстаиваются интересы не мелких предпринимателей, а именно этих... Скорее, да, да, да. Мне так кажется. А мелким предпринимателям что в этой ситуации делать? То есть, им нужно согласиться с городскими властями и взять те места, которые им предлагают или продолжать какие-то акции вроде голодовок? Нет, мне кажется, на взятие места попробовать, в конце концов, у нас не один центральный рынок, но есть другие торговые места, мы на другую попробуем. Мне кажется, здесь им унывать не надо, но найдем-то на себе нишу, где будут торговать. Я вот убежу, что он будет. Уйдем мы тогда сейчас на небольшую рекламу, после вернемся. Мы возвращаемся в студию Дарьи Топузливой и мой гость, член общественной палаты Николай Пихтин. Перед рекламой мы поговорили о сносе ярмарки на Комсомольской площади и сейчас, сейчас, наверное, некоторое продолжение темы. Глава города Владимир Быков на днях тут посетовал на то, что активность кировских бизнесменов, вот именно мелкого бизнеса, более крупного, она низкая. Заявил, что они предпочитают брать деньги за аренду помещения, нежели развивать там какую-то торговлю. Согласны ли вы с этим утверждением или есть тут какие-то причины другие на то, чтобы люди не работали, а предпочитали вот раз в месяц получать свою какую-то денежку? Не, наверное, здесь правильное замечание, но дело в том, что вот как глава города, как люди, которые пишут законы вероцкие, они на это должны обратить внимание и понять, что стимулы они делают. И этот стимул можно задавать законы, а не просто так призывать лозунгами и так далее, любите свой город, отнюдь. На стимул задавать экономически, законодательно, и тогда люди пойдут и будут делать. нет ли тут какой-то проблемы возможно в самой вот этой торговле, то есть если люди предпочитают раз в месяц получать средства, но стабильные вместо того, чтобы идти на какой-то риск, возможно, это показывает, что рынок у нас слишком рискованный, то есть сегодня ты начал какую-то торговлю, а завтра тебе ее прикрыли. Об этом уже много говорили, это с федерального уровня идет. Неуверенность в законодательной базе завтрашнего дня она присутствует до сих пор. Потому что, посмотрите, если в развитых странах законы сейчас налоговые меняют там раз в десятилетие, это у нас каждый месяц. Так что здесь что завтра будет, никто не знает, это основа. Это, ну, может быть, не на уровне сознания, но по сознанию сидит человек, не уверен, что будет завтра. Насколько тогда корректно в голове города делать такие оценки кировских предпринимателей, то есть заявлять, что вот они, вот здесь вот они что-то не очень активные, может быть, дело не в этом, вероятнее всего дело не в этом. дело не в этом, конечно. Значит, я повторюсь, у них нет стимула, а этот стимул должны как раз городские власти задавать. А на уровне городских властей что можно сделать, если эта тема все же федеральная, вопрос о налогах? Какие-то, может быть, системы льгот для тех, кто помогает, развивает там, и надо смотреть, это очень большой класс, арендная плата, пожалуйста, это очень хороший стимул. Ведь у нас уже масса была случаев, когда человек добросовестно арендует здание, там, еще какой-то участок земли в городе, и добросовестно все делает, налоги платит, и вдруг раз, в один прекрасный момент, находится миллион причин, чтобы его оттуда убрать. И вот все по таким мечам они могут у них не сидят, они чуть-чуть не будут. То есть в любой момент к ним может только прийти, что-то сделать, и они лишатся всего этого. Поэтому зачем он развивается? Ну, то есть, все равно городские власти могут принимать какие-то меры даже на уровне города? Конечно, конечно. И для этого есть у них очень достаточно вполне. Ну, как видим, не принято. Но, хотя, в последнее время, надо сказать, активность бизнеса несколько увеличилась, это вот надо заметить. Всего бизнеса или каких-то конкретных областей? Нет, скорее всего, крупного бизнеса. Ведь на самом деле у нас, вот мы крупный бизнес знаем, как бы на слуху у нас какие-то предприятия, но на самом деле есть небольшие, маленькие предприятия, которые имеют оборудование не меньше, а в этот крупный бизнес. Но они в тени, их не видно, не слышно, они нигде не пиарятся, ничего. Что это за такие предприятия? А я вам могу рассказать, такой случай был, когда вот в Бултур ездили на Керой-Чепецк, и нам прямо когда говорили как раз об экономике химзавода, то директор сказал, я с удивлением, буквально недавно обнаружил, что в Керой-Чепецке есть какая-то фирма, маленькая, небольшая, которая занимается химическими продуктами, но которая занимается на мировом уровне, на весь мир, торгует, у них обороты чуть ли не сравнимы с химкомбинатом. и никому неизвестно. И никому неизвестно. Они сидят, свое дело делают, и все, и никому не мешают, и им не мешают. Ну, то есть, а тут мы, получается, видим другую сторону. Соответственно, если ты наладил хороший бизнес, все грамотно делаешь, то тебе, в общем-то, и городские власти не указаны. Дарья, они же почему, фирмы-то еще один из элементов, почему они как бы на паблик не выходят. Потому что они знают, и это реально, опять же, были масса случаев, когда он только выйдет на паблик, тут же его проверочка, то есть, все, это десятая. Бизнеса нет. Ну, или бизнеса нет, или он полностью вообще не в серый, даже в черный выходит. Вот люди боятся. А вот городские власти обязаны это, вот боясь разрушить, и что-то сделать, чтобы этой боязни не было. А не призывать лузунги. То есть, у нас секрет успеха, это если начало развиваться, сидеть спокойно, не высовываться, чтобы не дарить, бог тебя не заметили. Система такова, что так и есть. Так и есть, Все, поняла, спасибо большое. Перейдем к другой уже системе, системе ГТО, которая сейчас у нас активно внедряется. На прошлой неделе в Киров вернулись уже первые обладатели золотых значков. Молодцы, поздравляю. Да, юные кировские спортсмены очень довольны были, встречались с ними в правительстве. Но, тем не менее, сейчас уже вот начинает появляться какая-то критика в адрес комплекса этого пока еще не очень громко, но, тем не менее, в частности, коллега ваш, Юрий Шлемензон, тоже в нашем эфире, сказал о том, что те деньги, которые сейчас тратят на развитие всего вот этого комплекса ГТО, было бы логичнее потратить на дворовые, спортивные площадки. То есть, это было бы намного эффективнее именно в плане заботы о здоровье всех. То есть, не отдельных спортсменов, профессионального спорта, а именно обычных людей. Вы как считаете? Не понимаете, здесь у человека всегда, я много раз подчеркиваю, всегда должен быть выбор, альтернатива должна быть. Если будет городская власть, вы федерально сказали, ребята, вот у них именно сумма денег, давайте или ГТО будем развивать, или дворовые площадки давайте выбирать. А в какой форме это должно быть? Ну, я не знаю, в какой форме, но вот примерно, я условно говорю, но решение по ГТО принято, финансирование будет же заложено, процесс идет, результаты уже есть, вот эти даже кировские уже приехали. И поэтому сейчас говорить, что давайте деньги туда, наверное, должно развиваться и то, и другое, по равной степени. А не то, что давайте сейчас на ГТО забросим, а начнем площадку развивать. Однюю, должно и то, и другое. На площадках можно эти же готовы делать. Почему они средства участвуют? Не направить на площадку. Дальше площадка, площадки Ройс, мы знаем, паркировать, я много езжу, я вижу некоторые площадки, просто красивым, хорошим состоянием стоят мертвые, там никто не бывает. У меня во дворе площадка, ну, не хи какая, но чуть ли с утра ночи ребята бегают, играют в футбол, там и зимой, и летом, и так далее. Ну, тут, наверное, просто, когда эти площадки ставят, надо как-то учитывать, что это за район, если в районе школы, то есть дети будут и со школы играть там. Безусловно, а так просто сказать, что давайте отремонтируем, вот у вас здесь рядышком создание площадку сделали, ну, и она работает, я установлюсь. Ну, там пару раз сыграли. Ну, пару раз, да, открытие было, когда сыграли. Поэтому, тут я бы как не стал говорить. Единственное, что по ГТО у меня опасения, чтобы здесь не было компаниейщины какой-то и не было обязаловки какой-то. Ну, человек желает сдать, ради бога, пошел сдал. Не желают, не надо никого здесь заставлять. Ну, вот как раз вот по обязалову по этому. Все же, мне кажется, что в школах детей все равно будут заставлять сдавать. На этом этапе я бы не заставлял бы. В дальнейшем, может быть, когда появится, что уже много желающих, сами желают. А потом, в дальнейшем, может быть, уже как обязательный взял. На данном этапе как-то все восстанавливается. Я бы вот считаю, что не стоит заставлять. А обязательным для всех или именно для школьников? Нет, для школьников, конечно. Но это в дальнейшем. Не сейчас. Сейчас, мне кажется, обязательным. Не надо бы делать. Иначе, сама идея подорвется. Это, вовсе же, ну, добровольное такое дело. А в будущем, если сделать это, обязательно будет? А когда массовое будет, тогда уже, наверное, будет смысл. Ну, тогда и посмотрим. Вы сами не думали сдать? Попробовать? Я не, да. Я в детстве сдавал, а сейчас уже нет, наверное. А в детстве сдавали, был у вас какой-то значительный? Да, был. У меня второй, у меня не помню, что это было. А не помните, там нормативы сейчас сильно отличаются? Ой, я не вспомню сейчас. Не вспомню, не вспомню. Скорее всего, вряд ли. Мы просто посмотрели, почитали и подумали, что, наверное, нам не сдать. По крайней мере, без подготовки. Не, вам надо было, вам надо подготовить и попробовать сдать. Задите, не задите, другой вопрос, но попробовать, мне кажется, стоит. Хорошо, спасибо. Полезнее, здоровее. Спасибо за этот вопрос. Перейдем тогда к следующему. Благоустройство дендропарка. Тут на днях коммерческая компания строительной организации «Железный» заявили о своей готовности принять участие в благоустройстве дендропарка, то есть вложить деньги. Он, насколько я знаю, за ним должен смотреть лесопромышленный колледж, но у лесопромышленного колледжа денег нет, потому что территория все равно большая. И тут выходят предприниматели, они там строят рядом коттеджный поселок, и они, соответственно, заинтересованы в том, чтобы дендропарк был облагорожен. Соответственно, я так понимаю, они этим собираются привлекать клиентов, потому что там, в дендропарке, хотят сделать лыжню, подсветить ее, и то есть это будет такой вот комплекс. Вроде бы и тут коттеджный поселок, а здесь и был облагороженный дендропарк. А не будет ли здесь ловушки какой-то для городских властей? То есть сегодня мы прибрали один, парк, завтра другой бизнес возьмется за другой, а послезавтра городская власть вообще умоет руки от этого. Нет, ну вы знаете, то, что бизнес будет заниматься благоустройством не владельцем, не строительством, а именно благоустройством, это нормально. Но, вот почему именно вот эта фирма сейчас зазвучала, мне непонятно. Такие вещи должны выноситься на аукцион, можно честный, прозрачный аукцион пройти, и какая-то фирма должна выиграть это все и соответственно ему работать. А если мы сейчас начнем опять строить вот эти вот барьеры из этих аукционов, конкурсов, подачи документов, не скажут ли бизнесмены, да ну его. То есть это опять вот эти все конверты, вскрытия, какие-то аффилированные организации. я же сказал, что прозрачно это было, у нас власти не всегда это умеют делать, но тем не менее это она делает прозрачно, но вопрос-то откуда эта фирма взялась. Я не исключаю, что потом прокуратура это дело обжалует, с чего решили, что именно эта фирма это. То есть у нас и просто поухаживать за парком нельзя было. сменой было как, сменой и у нас ковки на долгу передавали. Городская власть сказала, вот эта фирма хорошая, мы ей доверяем. Прокуратура так жаловала, ребят, проводите, вот все, значит, хорошая, доверяем. Здесь точно так же, почему эта фирма не позорвала. Не, но в случае со сменой там как-никак перешли какие-то помещения, которые можно использовать и получать с этого выгоду, а какую выгоду они могут получить с дендропарка? Вопрос в подходе, то есть, город, сидел, подумал, сказал, вот этой фирме мы доверяем, вот она будет. Без конкурса, без аукциона, без всего. Ну, то есть, по сути, фирма там тоже может что-то начать делать? Конечно, а здесь точно так же, откуда она взялась-то? Я говорю, должен быть конкурс, аукцион на равных правах, все должны выйти, все это отработать, и кто выиграет, то это будет заниматься. Я не исключаю, что может быть совершенно иная фирма появиться, которая не хуже это фирма сделала. Почему мы это исключаем? Но сам подход, когда бизнес берется за разу на зеленую церковь. Это нормально, и городу надо такие полномочия вообще отдавать, да, больше бизнесу, через такие механизмы, если бы это все проводить и делать, это будет правильно. Пара минут у нас осталось, обсудим тогда еще одну тему, связанную напрямую, наверное, с экологией. Запустили в городе первые шесть экологичных автобусов, которые работают на газу. Собираются развивать это как-то дальше, но зампред, сейчас скажу, кто из них, Евгений Михеев, который как раз профильный, он заявлял, что для того, чтобы вот эти газозаправочные станции окупались, то есть там нужно, чтобы в день как минимум 80 заправок, то есть 80 автобусов, 80 раз, группа говоря, кто-то подъехал и заправился, тогда эта станция будет окупаться. Соответственно, сейчас мы собираемся строить эти газозаправочные станции, у нас всего шесть автобусов, которых явно маловато для этого количества. Какой тут, где найти эту золотую середину? То есть нужно закупать больше автобусов, закупать больше автобусов, у нас нет этой станции. Нет, 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 здесь немножко. Во-первых, я опять вернусь к инфратору, как на удивление, когда мы ехали, то я заметил, что там очень, ну, несколько раз, если вспомнить, штук пять или семь я встречал вот на газозаправочных станции, как на удивление. Дальше, здесь дело-то не в этом, здесь опять же стимулы нужны. Если же этот газ будет дешевый, автомобилисты, автобусники сами пересядут, за меня на никого агитировать. Но если этот газ... То есть вопрос войдет не только об общественном транспорте, но и обучение. Если газ будет по цене такой, что сравнено с дистопливом, там, и еще с чем-то, то никто не пойдет, первое. Во-вторых, здесь уже механизмы появляются, что можно где-то... Почему эти автобусы должны заправляться на этой станции? У нас еще сделают, я не удивлюсь. Если у нас сделают эти автобусы, вот вам эта станция, вот там только и заправляйтесь. Почему? Он имеет право заправиться на любой станции. Ну, она в любом случае должна быть, наверное, в пределах города где-то, если это общественный транспорт. И сколько должно быть? Совершенно верно говорить ему. Опять же, должен быть стимул. Если мы хотим сделать, чтобы у нас машины ходили на газу, опять же, власть через законы стимулирует бизнес, чтобы были низкие цены на газ, чтобы была низкая цена на установку оборудования и так далее. И люди сами пойдут, и не надо никого не делать. И опять же, не надо ослуживаться на газу. Тут, наверное, вопрос не столько агитации, сколько того, что это представляется как какой-то проект с точки зрения экологии, то есть, что общественный транспорт переводим на газ. Видите, вы сказали, там 80 заправок надо. Да, но это для окупаемости вот этой заправки. То есть, вот в сутки они подсчитали, чтобы она окупалась, нужно заправить 80 раз. Так, если я не уверен, что у них нет, они окупаются, они что сделают? Они поднимут цену на газ. А мы с вами обоим платим за него. Как много платили счет. Мне просто это виделось так, что сначала стоило бы закупить больше автобусов, чтобы у этих заправок были клиенты. Потому что с точки зрения перевода общественного транспорта на газ, мне это видится как благо. Потому что это, когда смотришь на эти пазики, которые вот они пыхтят, страшно. Я согласен, но здесь, во-первых, я не видел нигде материала, сравнительного материала, что автобус на дизельном, топливе на газовом, какая разница по экономике. Газы вот насколько экономичны. Я этого не нашел. И будет ли на самом деле экономия к бюджету, вопрос большой. Но экономия, экономия, а экология? Экологию надо улучшать. Это безусловно. Это я сто процентов знаю. Вот на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшний эфир. В студии была Дарья Топузлива и мой гость, член Общественной палаты Кировской области, пока еще член Общественной палаты Кировской области, Николай Пихтин. До встречи в следующем втором. Спасибо.